армянское наследие в карабахе только мина и смерть российское издание стало известно имя погибшего 17 декабря в карабахе российского офицера миротворческого контингента это 29-летний виталий морозов мы публикуем его фото у виталия остались жена и маленький сын похороны офицера пройдут 22 декабря в подмосковном нахабина мкак передает дей а со ссылкой наградатор ru морозов погиб в нагорном карабахе при разминировании участка дороги подорвавшись на взрывном устройстве заложенном армянскими боевиками по последним данным минобороны рф инженерными подразделениями российских миротворческих сил в нагорном карабахе уже разминировано около 218 гектаров местности 92 километра дорог 423 домостроения обнаружено и обезврежено более 7800 взрывоопасных предметов немыслимо весь карабах буквально прошит армянскими минами в конце прошлого месяца офицер миротворческого подразделения в с рф также получил ранения при взрыве мины в карабахе российский военный был доставлен в госпиталь в баку вскоре врачи сообщили что его жизни ничего не угрожает тогда при взрыве погиб заместитель командира корпуса в с азербайджана полковник бабек самидли российские отряды разминирования работают как вручную так и с помощью робототехнических средств основную часть опасных предметов от которых нужно очищать карабахскую землю составляют артиллерийские снаряды минометные мины ручные гранаты а также заряды к ручным гранатометом и все это армянское наследие цивилизованные армяне кричат на весь мир о варварах азербайджанцах однако азербайджанцы как вошли на освобожденные от оккупации земли стали возрождать там жизнь сажать деревья восстанавливать инфраструктуру алиев обещает превратить карабах в райский уголок кавказа превратить его в популярную туристическую зону и он сделает это вне сомнения и это есть доказательство того для кого эта земля своя армяне вели себя как пришлые культурные армяне захватившие чужие земли представляются жертвой конфликта но за 30 лет своего пребывания на этих землях они выжгли леса разграбили ресурсы сравнялись землей все строения осквернили мечети превратили православные и албанские христианские храмы в армянские монофизитские церкви после армянского нашествия карабах превратился в хиросиму южного кавказа все эти земли 20 процентов территории другого государства армяне щедро напичкали минами это и есть их реальное наследие и когда ангажированная армянским лобби российское телевидение ведет репортажи из этих мест они никогда не дают достоверной информации никогда не говорят в эфире что мины от которых российские миротворцы обезвреживают карабах заложены армянами там ступить негде от армянских мин большинство жертв этого конфликта это военные подорванные на армянских минах вот и российский военный сейчас погиб подорвавшись на мине заложены армянскими боевиками спасибо за просмотр поставь лайк и подпишись на канал